Привет, друзья! Сегодня должно было выйти абсолютно обычное видео для моего канала с гайдом или обзором, но вы видите, что меры по ограничению различных площадок только набирают обороты, так что это вносит свои коррективы. Меня за последние несколько дней уже много людей спросили, что я буду делать, а я всем отвечал, что не знаю. Так что сегодня я хочу поговорить о том, как я хочу продолжать вести свой канал. Но решать вопрос о том, суждено этим планом сбыться или нет, мы будем уже вместе с каждым, кто сейчас смотрит это видео. Во-первых, призыв, который доносится сейчас из каждой микроволновки. Мой телеграм. Я создал там канал, и там буду делиться всей инфой. На самом деле в телеге можно попробовать множество новых полезных форматов, которые даже вконтакте бы не прижились. Так что я надеюсь, что у нас получится построить там дружное, интересное и полезное сообщество. Сделайте это прямо сейчас, это два клика для каждого из нас, чтобы оставаться на связи. Ссылка под видео. Группа вконтакте продолжит свою работу, но с ней тоже есть ряд проблем в модерации, я надеюсь, их получится решить в ближайшее время. Если кто-то решит с этим помочь, вы можете написать мне в речку как-то связаться со мной. Видео я продолжу выкладывать на YouTube до тех пор, пока это возможно. Но для этого совсем скоро, похоже, и мне, и зрителю понадобится хороший VPN-сервис. Дальше, возможно, я рассмотрю вариант загрузки роликов вконтакте или на рутуб. Посмотрим, какие возможности эти площадки будут предлагать для авторов и насколько они будут удобны для зрителей, самое главное. Производство любого контента – это работа. Я писал тексты к видео, к новостным постам вконтакте все эти много лет. Люди, которые работали со мной, жертвовали своим временем ради того, чтобы вовремя перевести твап или рассказать вам какую-то новость. Так что тут, конечно, пойдет речь и о деньгах тоже. Я скажу как есть. YouTube не приносил мне баснословных денег никогда. Это не моя основная работа. Но это дело, в которое я вложил 6,5 лет жизни. И не счесть сколько сил и бессонных ночей. Теперь, над всем, что я так старательно развивал, чему я отдавался, нависла угроза закрытия, не зависящая от меня. Я прикрепляю здесь график дохода. Впервые показываю вам, сколько канал Triple Vibe зарабатывает, точнее зарабатывал, на партнерке с начала текущего месяца. От этой суммы еще уплачиваются налоги. Это еще в тот момент, когда релевантность Destiny очень высока, из-за нового крупного релиза. Ну вот после этого письма от YouTube не будет даже этих денег. Весь личный кабинет автора на YouTube у меня сейчас с красными стрелочками вниз. Просто буквально канал умирает. Но за мной есть ряд финансовых обязательств. От меня зависят несколько дорогих мне людей. Поэтому мне крайне важна конвертация затрат моего времени и сил в деньги. Но YouTube, как видите, решил за меня, за многих авторов, сначала отключив монетизацию с рекламы, которая составляла львиную долю дохода от столь небольшого, на самом деле, канала, как мой. А затем запретив и вовсе поддержку даже донатами спонсоров, людей, которые поддерживали мое творчество. Я, честно признаться, вижу не так много вариантов, и страница на Boosty самый позитивный из них. Если СНГ-сообщество Destiny, которое я буквально строил своими руками, еще до официальной поддержки разработчика, до того, как появились многие-многие авторы, которых вы сейчас знаете и любите, еще заинтересовано в том, что я делаю, видео в группе ВКонтакте, в стримах, в совместных играх и во всем остальном, вы можете подписаться по удобному для вас тарифу на этой странице. Ссылка на нее будет под видео, можете пройти, ознакомиться и решить для себя. Сейчас, только благодаря вашей поддержке, канал Трипл Вайп может продолжать развиваться и работать для вас. Хотя не так, о развитии речи, кажется, уже не идет. Тут только о том, чтобы продолжать работать и оставаться с вами на связи. Я буду бесконечно благодарен каждому, кто подпишется, кто поддержит мое дело или отблагодарит разовым каким-то донатом. Напоследок попрошу, ребята, не нужно в комментариях желчи, не нужно злобы ни по отношению ко мне, ни к ютубу, ни к банджи, ни друг другу тем более. Нам сейчас всем очень тяжело и мы не можем представить, чем могут обернуться даже наши самые простые слова в интернете для других людей. Всех обнял, берегите друг друга и спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!